После такого представления, введения, мне не нужно говорить об актуальности проблемы. Мы с вами разбираем на настоящий момент те ситуации, те аспекты, вопросы, которые не дают достигнуть идеальной эффективности терапии пациентов с репрессивной болезнью. Естественно, подавляющее большинство больных ГР, которые не представляют большие клинические проблемы, успешно лечатся, избавляются от симптомов. Но мы сейчас говорим о той категории, которая не поддает стандартной терапии. Эффективность терапии, как вы видите, зависит от многих обстоятельств. Это, безусловно, и особенности самого заболевания, наличие типичных или атипичных симптомов ГР. Наличие ночных симптомов, форма, которая определяется при эндоткопическом исследовании. Наличие осложнений. И, что очень важно, разные типы гастроэзофагиального рефлюкта, гастроэзофагиального болезня. Безусловно, эффективность терапии зависит от особенностей пациента. Мы должны по-разному подходить к терапии молодых и пожилых пациентов. Пациентов с избыточной массой тела, с наличием сопутствующих заболеваний, которые получают дополнительную терапию. И, что очень важно, пациенту с различной степенью приверженности к терапии. На чем я отдельно остановлюсь. Естественно, что наши возможности, наш потенциал применять те стандарты и клинические рекомендации, которые хорошо известны, они зависят и от времени, которое мы можем уделить каждому конкретному пациенту, от тех знаний, которыми мы обладаем в сложных случаях, поставить правильный диагноз. Ну и, естественно, успешность терапии зависит от того, какой мы препарат выбираем, от его эффективности, безопасности и особых характеристик препарата. Дело в том, что, если мы говорим о гастрозапогиальной репостной болезни, об ингибиторах протонной попы, они, безусловно, все являются очень эффективными препаратами, но каждая из видов ингибиторов протонной попы обладает особыми характеристиками, которые следует изучить и назначать пациентам индивидуально. Итак, что может ухудшить результаты лечения? Прежде всего, неправильно представленный диагноз. И если в аудитории, в уважаемой аудитории рископистов говорить о необходимости проведения дифференциального диагноза с язинофильным эзофагитом не приходится, это очевидно, взятие биосии, моркологическое исследование, то сказать несколько слов о том, что наши коллеги от Ирины Ля-Энгологи очень полюбили тему гастроэзофагиальной репостной болезни и присылают на консультации пациентов с хроническим элоренгитом без изжоги и говорят им, что у вас все проблемы от, в кавычках, желудка, это ситуация, которая встречается все чаще и чаще. Современные рекомендации и отечественные, международные говорят следующее. Если у пациента с лор-проблемами имеется клиническая картина гастроэзофагиальной репостной болезни, безусловно, ГЭР может вносить вклад в развитие того же Варенгита. Но это также надо доказать. Если у пациента имеется Варенгит, Варенгит, осиплость и так далее, и нет изжоги, то вероятность того, что ГЭР оказывает влияние на развитие лор-проблем, она очень низкая. И если кто-то даже будет настаивать, то без проведения дополнительного исследования, я имею в виду 24-часовую квашенпедосиметрию, назначать ИПП таким пациентам нельзя. То есть по поводу Варенгита, терапия ГЭР должна проводиться только после строгого полного обследования. Есть еще одна проблема. Ну, не знаю, встречаясь с пациентами или нет, которые объявляют жалобы на отрыжку, которая беспокоит мучительную отрыжку. Очень часто диагноз заканчивается гастроэзофагиальной репостной болезни, чуть ли не фундапликация, которая совершенно не помогает в данном случае, почему? Потому что эта отрыжка не гастральная, а супрогастральная. Эти пациенты подгладывают воздух, потом его срыгивают. И это является не проявлением гастроэзофагиальной репостной болезни, а соматизированной депрессией. Но понятно, что в квалифицированных руках провести дифференциальный диагноз между ГЭРП и Ахвазией не представляет никакой проблемы. Но по-прежнему встречаются пациенты, у которых срыгивание пищи трактуется как срыгивание из желудка, как проявление ГЭРП. Ну и так далее. Безусловно, если говорить о результатах лечения, на первом месте стоит проблема соблюдения нашими пациентами рекомендаций. Конечно, тема эта очень скучная, никому не хочется повторять, на наш взгляд, банальные вещи, но тем не менее известно, что у пациента с репрактерной гастрософагиальной репостной болезни приверженность пациента к терапии существенно в два раза меньше, чем у пациентов, у которых симптомы оккупировались. Понятно, что лишний раз тратить время и объяснять пациентам под физиологию репостной болезни, то, что пока они не нормализуют избыточную массу тела, мы можем делать все, что угодно, но симптомы будут рецидивировать, это первый, второй раз выносится, а десятый и двадцатый становится скучно. Но, уважаемые коллеги, во всех клинических рекомендациях подчеркивается, несоблюдение рекомендации, так называемый комплайнс, это первая причина неэффективного лечения репостной болезни, или так называемая, я подчеркиваю, так называемая, в кавычках, репрактерной гастрософагиальной. При рекомендации ежедневного приема ИПП в 37% случаев больные принимают их менее половины дней в месяц. Ну и это исследование на западной популяции более организовано и представляете себе, как наши пациенты себя ведут. Наше исследование тоже продемонстрировало то, что риски комплайнс, статистические цитоверны, являются фактором риска рецидива эрозивного эзофагита. Дальше очень важный момент, и на этом мы постоянно обращаем внимание. Ухудшить результаты лечения может необоснованное либо уменьшение, но это понятно, тут объяснять не стоит, или увеличение дозы ингибиторов протонной попы. Почему увеличение дозы ингибиторов протонной попы может не только не улучшить, но ухудшить течение гастроэзофагиальной эрозивной боли? Обратно потому, что у большого количества пациентов рефлюктат имеет смешанный характер. Я об этом скажу чуть ниже. При назначении дозы ингибиторов протонной попы следует руководствоваться дозой, рекомендованной в инструкции по применению препарата. Уважаемые коллеги, любой ингибитор протонной попы, возьмите инструкцию по применению, прочитайте, там стандартная дозировка, ни в одной инструкции по применению не прописана двойная дозировка для лечения гастроэзофагиальной эрозивной болезни. Можем мы назначить двойную дозировку? Можем, конечно, мы можем хоть четверную назначить, но, безусловно, необходимо обосновать это. Если мы считаем, что данный препарат у данного пассиента не оказывает достаточного антисекреторного действия, нужно это показать. Нужно провести 24-часовую пассиентрику, не отменяя данный препарат. И увидеть, да, действительно, этот препарат в этой дозировке недостаточно эффективен, мы можем назначить дополнительную дозу. И при смене препаратов обязательно нужно прорабатывать прорабатывая тему эквивалентных дозировок. В клинических рекомендациях РГА говорится о необходимости соблюдения сроков лечения и подчеркивается то, что необоснованное сокращение курса лечения эрозивного эзофагита приводит к специфическому достоятельно-частному рецидивированию данного заболевания. Единичную эрозию мы должны лечить не менее 4 недель полной дозировкой, не половинной, не двойной, а полной, стандартной. Множественную эрозию менее 8 недель. Что является критерием эффективности терапии? Осудствие жжёб, осудствие симптомов. Не нужно проводить эндоскопическое исследование для контроля, потому что если мы руководствуемся и выполняем рекомендации, то вероятность заживления эрозии пищевода в стандартной ситуации, она очень высока, поэтому никто не требует контроля эндоскопического, но клинический контроль необходим. То есть у пассиента на назначенной терапии не должно возникать исследование, она не должна рецидивировать. Если она рецидивирует, значит рецидивность сохраняется. И вот следует подчеркнуть, что среди пассиентов, которые были удовлетворены лечением таким ангибиатром протонной помпы, как разумный прозол, наиболее распространённым причинам вот этой, так сказать, хорошей оценки, было уменьшение или отсутствие симптомов. Ну, естественно, если эрозии множественные и мы ставим свою задачу их заживление, то следует руководствоваться теми многосметровыми рандомизированными клиническими исследованиями, которые демонстрируют хороший результат. Ну, например, у такого препарата, как изомепразол, вы видите, что при приёме в течение возбили 10-10 мг, это стандартная доза изомепразола, и 20-40 мг, а, наконец, оживление эрозии наблюдалось у 94%. Теперь вот такая тема, которая вызывает очень много вопросов по-прежнему. Влияет ли линия от инфекции хеликобактер пилори на течение ГЭМ? Нужно ли проводить эрадикацию при гастрозагиальной репостной болезни? И наоборот, не ухудшит ли проведение эрадикации инфекции хеликобактер пилори в течение ГЭМ? Такие тоже работы появляются. Уважаемые коллеги, это два, так сказать, заболевания, два группы заболеваний, ассоциированные с инфекцией хеликобактер пилори. Их нужно лечить в соответствии с рекомендациями по лечению хеликобактер пилори. И гастрозагиальная репостная болезнь лечится, соответственно, по этим рекомендациям. То есть при гастрозагиальной репостной болезни нет необходимости в определении инфекции хеликобактер пилори и тем более ее эрадикации. Единственный момент, вы знаете, что если планируется назначение гибетропротонной помпы на длительный срок, причем нигде никто не сформулировал точно, что значит длительный срок, это тоже вопрос большой. Но эмпирически считается более год. Если более года непрерывные приемы гибетропротонной помпы, для того, чтобы профилактизировать меграцию хеликобактер пилори, ее необходимо эрадистировать. Вообще тема микробиоты, вы знаете, это одна из самых развивающихся, бурно развивающихся. И через какое-то время, вероятно, мы будем даже с вами говорить о том, как микроорганизмы помимо хеликобактер пилори могут влиять на развитие тех или иных заболеваний. Эта тема бесконечная. Я лишь вам демонстрирую первое в Российской Федерации исследование микробиота пищевода из желудка, проведенное с помощью сиквенирования гена 16-фривосомальная РНК, которая продемонстрировала статистически достоверное отличие в микробиоте пищевода у больных герпозитаровых по одному из показателей. Такое разделение пациентов, как разделение на группу быстрых, средних и менее метаболизаторов, оно теоретически существует. Практически, естественно, никто не определяет у больных, кто он там средний или так далее. Мы, на самом деле, все быстрые метаболизаторы, я имею в виду жители европеоидов, и понятно, что у медленных метаболизаторов доза ИПП должна уничтожаться, но в последнее время выделяются так называемые ультрабыстрые метаболизаторы. И я встретил одно упоминание в одной из работ, что таких ультрабыстрых метаболизаторов в Санкт-Петербурге еще длини 12%, это доктор Старстин показал. Но это требует подтверждения. На самом деле для нас важно, что антисекреторный эффект любого эмбилитера протонной помпы зависит от его фармакокинетических показателей, вы видите, что у эндомепрозола на пятый день приема в дозе 20 мг, то есть в половинной дозе концентрация была на 80% больше, чем на фоне приема омепрозола. Это, безусловно, подчеркивает то, что это один из самых мощных эмбилитеров протонной помпы. И, наконец, в заключении я бы хотел поделиться своими соображениями о необходимости проводения дополнительного обследования пациентам гастроэзофагиальной рекрустной болезни. Естественно, это подавляющее меньшинство больных ГР. Никто не рекомендует проводить монометрию и 24-часовую по АШМ-13 метрю всем больным с гастроэзофагиальной рекрустной болезни. Подавляющему большинству наше лечение помогает, если мы его проводим в соответствии с клиническими стандартами и рекомендациями. Речь идет о последствии с рефракторной гастроэзофагиальной рекрустной болезни. Монометрия высокого разрешения, внедрение монометрии высокого разрешения, я не побоюсь, совершило революцию в понимании многих физиологических, патофизиологических механизмов развития тех или иных гастроэнтрологических заболеваний. Мы долгое время, записывая монометрические кривые на длинных-длинных лентах бумаги, пытались поймать вот это, славуто, приходящее расслабление нижнего пищеводного сфинктера, который является патофизиологическим механизмом развития ГЭР, у половины, как минимум, пациента. Снижение давления покоя нижнего пищеводного сфинктера, наличие грыжи пищеводного отверстия диапрагмы трех различных махологических типов. Это, собственно говоря, субстрат развития ГЭР. И понятно, что если нам задают вопрос о том, а вот что дальше пациент принимает ингибиторы протонной попы? Не следует ли смотреть вопрос о хирургическом лечении? Конечно, проведение монометрии высокого разрешения абсолютно необходимо. Оно невозможно, так сказать, в широком высокой стороне. Это очевидно. Но, тем не менее, известно, что снижение двигательной активности грудного отдела пищевода, это, собственно, один из двух факторов патогенеза ГЭР. Это фактор снижения пищеводного клиренса. Но следует понимать, что если имеется такое снижение двигательной активности грудного отдела пищевода, а иногда оно очень выраженное, то есть грудной отдел пищевода вообще не перестатирует, проведение оперативного лечения в виде фундупликации может вызвать осложнения, такие как постоперационная дисфагия в некоторых пациентах и ухудшение течения основного заболевания. Ну и, наконец, 24-часовая PH-мпинансометрия. Здесь показано, здесь проиллюстрировано то, что импинансометрия, в отличие от PH-мпинансометрии, изолированной, может показать наличие рефлюксов, даже в том случае, если PH-кривая не меняется. Вот здесь пациентка, у которой обычная 24-часовая PH-мпинансометрия продемонстрировала норму, а импинансометрия продемонстрировала большое количество слабокислых рефлюксов и индекс симптома был 95%. Собственно говоря, иллюстрация преимущества импинанса, PH-мпинансометрии перед изолированной PH-мпинансометрией. Или вот такая иллюстрация. Вы видите, что у пациента имеется герлозия нижней трети пищевода, а и в пищеводе, и в желудке PH на уровне 7. Ситуация, конечно, сложная. Мы убеждаемся в том, что у пациентки есть слабочевочные рефлюксы. И подчеркиваем то, что рефлюкта, содержащая соляную и желчную кислоту, обладает большим повреждающим потенциалом на слизистую омолочку пищевода, нежели изолированный кислый рефлюктант. Вы здесь видите и графики, и микрофотограммы, которые демонстрируют то, что пронесаемость слизистой омолочки пищевода существенно увеличивается при добавлении в соляной кислоте желчных кислот. Отдельно сейчас рассматривается тема необходимости тщательного дифференциального диагноза между грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и таким физиологическим образованием, как амполопищевода. Не являясь рентгенологом, я не буду останавливаться подробно, но хочу сказать, что, к сожалению, явность грыжей пищеводного отверстия диафрагмы иногда выставляется недостаточно обоснованным. И, наконец, последний тезис, который говорит о том, что назначение терапевтического хирургического лечения должно быть строго обоснованным. Особенно с учетом того, что длительный прием ингибиторов протонной бомбы оказывается не менее эффективен в отдаленной перспективе по сравнению с проведением фунтопликации. Это данные очень известного, хорошо известного исследования ЛОТУС. Это многоцентровое европейское исследование. Много десятков центров было задействовано. Рандомизировано было все вплоть до резиновых перчаток, которые использовали хирурги. И вот в таком серьезном исследовании было продемонстрировано то, что длительный прием эзомепрозола, нексиума, приводит к значительному и стойкому уменьшению воспаленных изменений слизистой обложки пищевода больных гербов, сравнимым с результатами хирургической коррекции. Поэтому для того, чтобы решить вопрос о хирургическом лечении, провести его с максимально позитивным эффектом и не получить каких-то полученных результатов, мы безусловно должны провести предоперационное обследование, включающее монометрию высокого разрешения. Так называемый тест быстрых глотков – это методика общепризнанная, которая изучает резервные способности грудного отдела пищевода. Вот вы видите данное исследование, которое продемонстрировало то, что нормальный тест быстрых глотков был выявлен, ну, естественно, у большинства здоровых добровольцев и у большинства больных герб, которым было проведено лечение, и у них не развилась дисфагия. А среди пациентов, у которых была постоперационная дисфагия, нормальный тест быстрых глотков был выявлен, ну, у подавляющего меньшинства. Поэтому отсутствие резерва сопротивительной способности пищевода может рассматриваться как предиктор прогрессирования и ослабления перистальтики и развития дисфагии после антирепрессного хирургического лечения у пациентов датров и реальной репрессной болезни. Уважаемые коллеги, я думаю, что дальнейшее развитие медицинской науки, взаимодействие гастрометрологов и эндоскопистов будут раскрывать все больше возможностей для улучшения результатов лечения наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Сергеевич. Пожалуйста, продолжаемые коллеги. Вопросы? Позвольте. Да, пожалуйста, дай. Спасибо, Александр Сергеевич. Вот как представитель профессии специальности, которая называется эндоскопея, вот пациенту, у которого обнаружены эндоскопические проявления, которые ассоциируются с гастрософагиальной и реальной репрессной болезни, как должен гастроэнтеролог, который, собственно говоря, пациента и направит, ориентируясь на диагностический вывод, он сразу назначает лечение, или он должен направить пациента на вот этот каскадр исследований, в том числе, в классическую репрессивную башню, в данном сометрии, прежде чем принять решение о подолжном лечении. Почему-то, потому что бывает гастрософагальная репрессная болезнь у пациента сахаргидрии, репрессы бывают и щелочные, и содержащие все-таки ферменты, в том случае, когда желчь отсутствует, тем не менее, они манифестируются в соответствующей клинической картине. И пациенту все равно, чем его будут лечить, главное, чтобы его избавили от страданий тяжелых. Вот как в этой ситуации ориентироваться врачам-гастроэнтерологам? Проблема мультидисциплинарная. Спасибо, спасибо за вопрос. Безусловно, мы рекомендуем проведение дополнительных методов исследования, о которых я говорил, в сети 4-часовая пашин-пеназометрия, манометрия, в случае рефрактерного течения гастрозофагиальной рефрессной болезни. Репрактерное течение определяется как отсутствие или недостаточный эффект от стандартной терапии ингибиторной протонной помпы. Дальше идут разночтения, их 4 варианта. Стандартная доза в течение 4 недели, стандартная доза в течение 8 недели, двойная доза в течение 4 недели или двойная доза в течение 8 недели. Это реально существующее, так сказать, непонимание, что же все-таки является точным определением их ватерного. Мы исходим из того, что если достаточного клинического улучшения и исчезновения симптомов не возникает в течение 4 недели стандартного лечения, мы рассматриваем этого пациента как кандидата для дальнейшего анализа ситуации. Это не значит, что мы сразу же назначим дополнительные методы исследований. Мы проанализируем все возможные причины неэффективной терапии. И я повторяю, что на первом месте стоит, как ни странно, отсутствие соблюдения рекомендаций пациентам о изменении образа жизни. Естественно, если речь идет о тяжелом эзофагите, эрозивный эзофагит, эрозивно-язвенный эзофагит, то там дополнительно появляются аспекты возможного развития осложнения, в том случае, если имеются признаки метаплазии, петрилипущевода. И в этой ситуации мы, конечно, можем назначить дополнительные обследования и не дожидаясь вот там четырех или восьми недель. Что касается стандартной терапии, то, на наш взгляд, эффективный гиблидерапротонный полк, стандартные дезервировки оказывают эффект у большинства пациентов. Это очевидно. Но добавление препаратов, которые необходимы для лечения смешанного эроза и которые являются слабо кислым, слабо щелочным или даже щелочным, это обычная практика. Поэтому, если будет угодно, мы можем рассудить те варианты терапии смешанного эроза, которые существуют. Дмитрий Кузьмин, директор А.Семкин, директор А.Семкин. Дмитрий Кузьмин, директор А.Семкин, директор А.Семкин, директор А.Семкин, директор А.Семкин. А.Семкин, директор А.Семкин, директор А.Семкин Amen. Вот как быть в этой ситуации? Есть ли средства, которые позволяют быстрее разобраться с этим пациентом, а не обеспечить ему хождение по мокам, по разным лечебным учреждениям, тем более в период оптимизации, когда не знаешь, к кому идти? В амбулаторном режиме, в обычной поликлинике нет ли возможности решать эти вопросы? Безусловно, в случае полной охлоргитрии, которая встречается очень редко по большим исследованиям, чистые щелочные рефлексы в общей популяции пациентов ГЭП не превышают 10%. 40% это смешанные рефлексы, то есть и соляная слота, и не снижимая 12-предственной кишки. Естественно, наиболее тяжелые случаи это пациенты после гастроктомии, у которых реально действительно имеет место щелочные рефлексы, и самая тяжелая ситуация развития развивного эсофагита. Понятно, что никому в голову не придет назначать ингибиторы протонной помпы пациентку безжелудка или с доказанной охлоргитрией. Я вам показывал в вашем видео пациентке вашей желудке 7. Очевидно, что ингибиторы протонной помпы здесь не пока. Но на практике я вам хочу сказать, что не много больных с истинной охлоргитрией. То есть это случаи аутоиммунного гастрита. Так, да, аутоиммунный гастрит, очевидно, там не обстоятельные слоты. А у большинства тех посредов, которым ингибиторы протонной помпы изолированно не помогают, у них имеет место смешанный рифлюз. Им не нужно полностью отменять ингибиторы протонной помпы. Потому что столяная эксплата там все равно присутствует. И показано, что повреждающее действие желчных кислот, оно усиливается в присутствии столяной эксплаты. Поэтому этим пациентам самое главное не нужно увеличивать дозу ингибиторов протонной помпы, что делается с лошариатом. Пациенты приходят, там, 20, 40, 60, 80 миллиграмм. Не лучше, а только хуже. Вот то, о чем вы говорите. Если у пациента имеет место клиника, которая позволяет нам предполагать наличие 2D-ного гастрального рифлюза, клиницист это очень легко диагностировать. Клиническая картина 2D-ного гастрального рифлюза, рифлюз, гастрит и так далее, она известна. Если это есть, тогда нужны ингибиторы протонной помпы уменьшить дозировки и добавлять те препараты, которые направлены на лечение щелочного рифлюза. Спасибо. Спасибо. Давайте вообще сделаем такие вопросы. Сейчас послушаем доклад Сергея Владимировича, а потом немножко... Давайте поблагодарим Альстаса Сергеевича за прекрасное сроки. Продолжение следует...